Нет вступления в НАТО под таким лозунгом тысячи жителей Черногории вышли на улицы столицы. Они уверены, страну насильно втягивают в военный блок. По данным соцопросов, большинство граждан против. Это неудивительно. Люди помнят, как самолёт Альянса в 99-м бомбил Югославию, частью которой тогда являлась Черногория. Тема продолжит Евгений Завадский. Возмущению протестующих нет предела. От властей они требуют ответа. Как можно присоединяться к военному Альянсу, который 17 лет назад сбрасывал бомбы на их родной город и на всю Югославию? Нас зовут туда только для того, чтобы получить больше солдат. Мы не должны в этом участвовать. НАТО – это компания убийц и воров. И это не просто лозунг. Последние соцопросы показывают против вступления в НАТО большая часть населения республики. Пятитысячная толпа, в которой плечо к плечу стоят черногорцы и сербы, подхватывает слова бывшего президента. Второе требование собравшихся – отменить санкции против России, которые Запад вынудил принять Черногорию. Руси! 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 Правительство Мила Джукановича провозгласило приглашение к переговорам о вступлении в Североатлантический блок историческим событиям. Но собравшиеся говорят – Черногорию буквально впихивают в Альянс. По экономическим показателям страна сильно отстает от стандартов, которые предъявляются всем его потенциальным членам. Но западных партнёров это, похоже, не смущает. Американская пресса отмечает – впервые на переговоры о вступлении в НАТО приглашена страна, которая была его военной целью. Администрация Обамы игнорирует не только отсутствие поддержки идеи о вступлении в НАТО среди населения, но и многочисленные обвинения правительства Джукановича в коррупции. Главу правительства Черногории давно требуют отправить в отставку. Джуканович находится у власти с 1991 года. С его именем связывают масштабную коррупцию и рост преступности. Вы пригласили тех, кто с нами не согласен, достичь компромисса и организовать референдум, на котором и определится отношение к НАТО. Но если они попытаются избежать этого, постараются грязно провести решение в парламенте или где-то ещё, если пойдут против воли народа, то Черногория окажется на краю конфликта. И это не фигура речи. Подобные массовые акции проходят в Подгорице с начала осени и заканчиваются не всегда мирно. Ветераны войны в Югославии прямо говорят, нынешняя власть сперва отправляла солдат на войну в 1991, а потом в Гаагский международный трибунал. Звучит всё больше опасений, что страна может утратить часть своего суверенитета. Наши продажные лидеры за пару сотен евро рассказывают нам, что НАТО — это королевство добра и рай для детей. Это мерзость. Мы не должны позволить использовать Черногорию как инструмент в руках сильных держав. Тем временем в правительстве говорят, что страна может вступить в НАТО уже в мае следующего года. А принятие Черногории, по мнению аналитиков, откроет двери в альянс для Боснии, Герцеговины и Македонии.